Девушки отдыхают 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 этому строению. Сейчас в данный момент еще не видно, но на верхних этажах расположатся самые дорогие апартаменты с собственными террасами. Там будет можно принимать солнечные ванны, как, например, на такой день, как сегодня. Василий, расскажите, пожалуйста, нам в общих чертах о проекте Love Tech. У нас очень любопытный проект. У нас немецкий архитектор Микаэль Грауэ. И он при всей, вроде бы, своей любви к минималистичности создал по-настоящему яркий, любопытный проект. Здесь всего 9 этажей. При всем при этом огромная площадь остекления всех апартаментов, без исключения. Но самая, конечно же, большая площадь остекления на двух верхних этажах. 8 и 9 этаж венчают этот комплекс. Здесь пентхаусы с просторными, личными, приватными террасами, которые точно так же станут потом чьей-то недвижимостью мечты. Сейчас в реализации у нас апартаменты начинаются с второго и вплоть до седьмого этажа. Об архитектуре еще немного добавлю. Помимо огромной площади остекления, отличной особенностью нашего объекта является активное использование меди в отделке фасада. И, кроме того, черный клинкерный кирпич. И, кстати, по-моему, не только фасады, но и некоторые внутренние. В местах общего пользования, спасибо большое, что тоже добавили, это очень важно. В местах общего пользования также будут использованы очень дорогостоящие, очень качественные материалы. Компания Colden отличается, наверное, от многих компаний тем, что мы делаем не только снаружи, очень здорово, но еще и внутри, а также территорию. У нас потрясающий уже есть готовый комплекс Tryback Apartments, и он является подтверждением. Территория просто безукоризненная, она попала в множество совершенно журналов об интерьерах и о ландшафтном дизайне. Даже этот комплекс является победителем в 2015 году Европейской премии по недвижимости. Мы этим очень гордимся. Хотел бы обратить ваше внимание на то, каким образом спроектирован данный комплекс. Роскошные эти террасы, они подчеркивают, конечно же, статус объекта. Далеко не в каждом доме, чтобы согласить, такие объекты недвижимости присоединяются. Согласен. У меня в моей брежневской 16-этажечке нет таких. Интересно, думали ли когда-нибудь работники завода счетно-аналитических машин имени Калмыкова о том, что здесь появится такое прекрасное здание? Вот я, кстати, поймал себя на мысли о том, что это здание, когда оно будет готово, оно внешне, по крайней мере, будет очень похоже на главное здание, на главный корпус жилого комплекса Art Residence, обзор на который мы, кстати, с вами делали. Это здание относится к заводу счетно-аналитических машин, который раньше существовал на этой территории. Например, из части корпусов уже у нас есть полностью готовый объект, это Трайбека апартамент. Из части корпусов, соответственно, этого же завода счетно-аналитических машин, мы реновировали уже 7 зданий, которые сейчас люди эксплуатируют, которые уже больше года, как они переехали. 7 зданий будет здесь, в рамках этой территории? Да. То есть несколько из них относятся к Трайбека и несколько к... 7 корпусов относятся к Трайбеку, а среди них 6 корпусов, которые занимают апартаменты, в случае с корпусом Манхэттен это апартаменты и офисы, а также еще отдельный корпус парковки. Как это уже принято, на первом этаже этого жилого дома разместятся коммерческие помещения, кофе-зоны, небольшие магазинчики, как бы рестораны и все прочее. Здесь, конечно же, не будет, ну как, конечно же, к сожалению, не будет таких заведений, как детский сад или школа, но, в принципе, я думаю, что в тех, что есть в районе, будет для вас, для жителей этого жилого комплекса достаточно. Понятное дело, что и внутреннее убранство этого жилого комплекса будет такое же богатое, как и внешнее. Будут применены дорогие материалы отделки, в частности, например, лифтовый пол будет отделан медиум. Представляете себе, насколько это круто будет смотреться. Также мы гордимся своей входной группой. Высота в лобби 9 метров. Совершенно роскошная входная группа. Помимо самого потолка, это фактически три этажа над вами. Когда вы находитесь внутри, у вас ощущение пространства, ощущение простора и воздуха. И помимо высокого потолка, наверное, это не единственное, что должно быть в лобби. И это не единственное совершенно точно, что будет в нашем конкретном случае. Мы планируем сделать комьюнити-центр. Он обязательно появится на первом этаже этого здания. Комьюнити-центр будет представлять из себя фактически диванные группы, где вы сможете за чашечкой кофе обсудить какие-либо вопросы с вашими гостями, в том случае, если вдруг, скажем, наверх к себе вы их приглашаете сейчас не готовы. Кроме того, конечно же, первый этаж этого объекта будет представлен различными совершенно объектами инфраструктуры, которые будут также высокотехнологичными. Мы планируем, например, ресторан здесь организовать. Причем с ведущими ресторанами, как раз холдингами, сейчас ведем переговоры, и ресторан будет тоже совершенно непростой. Вы сможете, ну, фактически на столе у вас будет меню, вы сможете на столе выбирать, что в дальнейшем вы хотели бы поесть, что вы хотели бы выпить, и кухня будет соответствующего класса. Я надеюсь, что кухня будет реальная, а не цифровая. Это будет не голограмм, то есть вы останетесь совершенно точно довольны. Помимо этого, есть планы по наполнению первого этажа и в дальнейшем по управлению этим первым этажом нашей же компанией. Поэтому мы всегда будем уверены в том, что это единая стилистика, единая концепция, и самое главное, здесь всегда будут именно те компании, которые мы хотим видеть, которые хотят видеть наши жильцы. А между тем мы нашли здесь, посмотрите, какой прекрасный садик. Ну как прекрасный? Вот эта вот шина, покрышка, которая здесь висит, она не прекрасная. А вот все остальное прекрасно. Только вот немножко взять бы здесь газончик такой английский застелить и выходить сюда загорать, когда солнышко выползает. Прям вообще ля-пота. Ну а если этот скверик вам не мил, а на апартаменты, собственно, террасы вы еще не заработали, подышать свежим воздухом можно будет на внутренней дворовой территории. Она относительно небольшая, но она будет. Которая будет поделена на разные тематические зоны. Также здесь появятся разные арт-объекты, ну и в целом территория, конечно же, будет благоустроена. И, что важно, она будет лишена автомобилей. Я знаю, что этот жилой комплекс будет обладать собственным двором, но почему-то мало. Ну и даже не почему-то, а потому что сад еще не обновился, он уже скоро-скоро обновится. Но сейчас нет информации о дворе. Что же там будет у вас такого интересного? На самом деле жильцов Loftec в дальнейшем ждет роскошная внутренняя территория. Она будет находиться за строением. И она будет полностью пешеходная. С пешеходными дорожками, с малыми архитектурными формами, с озеленением, с роскошным совершенно благоустройством. И те покупатели, которые приезжают к нам увидеть наши объекты, конечно же, мы хотим вначале продемонстрировать им, на каком уровне мы можем выполнять работы. А поэтому чаще всего начинаем с осмотра Трайбека Апартмента. Это полностью готовый объект, которым мы очень гордимся. И там территория просто великолепная. Основной концепцией двора является статус свободы, который находится в искусственном водоеме. Точно так же территория полностью огорожена, охраняется. Она исключительно пешеходная. И максимально комфортная для всех жильцов, в том числе для тех, у кого маленькие дети. Там есть детская площадка, короче. Если мы с вами говорим про Loftec, то и у Loftec будет не менее скромное совершенно точно благоустройство. Мы в каждом нашем проекте хотим выразить на высочайшем совершенно уровне и отделку места общего пользования, и благоустройство территорий, и коридоры, и лобби, и фасады. То есть все будет на высочайшем уровне. Внутренняя территория Loftec еще не готова. Он еще не в той строительной готовности для того, чтобы там возможно было гулять. Поэтому мы покажем вам пример внутренней территории на жилом комплексе Tribeca Apartments. Вот мы сейчас на его территории находимся. Обратите внимание на то, с какой любовью к деталям здесь все сделано. Плиточки, скамеечки, зеленые насаждения, малые архитектурные формы. Хотя язык не поворачивается, назвать их малыми. Видите, насколько глубокий здесь бассейн. Посмотрите, вот огромная статуя свободы, и вот по грудь она утопает в воде. Представляете, как здесь глубоко? Вот так вот заныриваешь сюда, когда тепло, а не так, как сегодня. Газончик аккуратно постриженный, на который просто хочется разбежаться и вот так вот распластаться грудью и проехать до того дерева. А еще здесь в скором времени откроется центр реабилитации для профессиональных спортсменов. Аккредитованный всякими там крутыми ассоциациями, в том числе ВАДА, той самой нашей вражины, которая не пустила наших спортсменов на Олимпиаду. Что касается автомобилей, то это отдельные разговоры, потому что в жилом комплексе бизнес-класса, который находится в центральной части Москвы, отсутствует подземный паркинг. И это неудивительно, ведь это объект редевелопмента. Ну, сложно было вырыть уже подстроенным домом какой-то подземный паркинг. Поэтому по понятным причинам этого паркинга не будет. Но по некоторым данным появится многоуровневый наземный паркинг, а по другим данным этого паркинга тоже не будет. И вот я думаю, что здесь без помощи менеджера мы не справимся. Василий, вопрос по парковке. Опять же, почему-то данные в интернете разнятся. Где-то написано о том, что парковки вообще не будет, где-то написано, что она будет подземная, где-то написано, что это отдельно стоящий наземный паркинг. Как это будет на самом деле? Правда заключается в том, что у нас будет отдельно стоящий паркинг. Он уже существует, это здание уже полностью готово, и оно обеспечивает потребность всех автомобилистов, будущих в машинноместах. Это паркинг, который предлагается по цене от миллиона пятисот тысяч рублей. И точно так же это отдельный объект недвижимости, который оформляется по договору купли-продажи недвижимости. А вот и тот самый многоуровневый наземный паркинг. И мы сейчас сюда поднимемся и посмотрим, что там за машинки стоят. Паркинг этот шестиярусный. Мы сейчас находимся на третьем этаже. Большой широкий проезд. Парковочные места по площади самые стандартные. Ну и парковка это открытого типа. То есть, соответственно, зимой будет прохладно. И хочу обратить ваше внимание на то, как осуществляется выезд на остальные этажи. Это не винтовая лестница, как это обычно принято делать, а вот такие большие просторные горочки подъема. Соответственно, неопытные водители не будут оставлять здесь свои зеркала. Но если вы ездите на дорогом кабриолете и можете себе позволить теплый паркинг, то все-таки такое предложение имеется. Потому что первый ярост будет закрытый, отапливаемый. Лифты здесь такие же, как и будут установлены в самом Лофтеке. Шнайдер. Ой, прошу прощения, Шиндля. А-а-а-а! Рома! На чем я остановился? Лифты будут такие же, как и в Лофтеке, в самом марке Шиндля. Марке Шиндля. Но здесь они немножко попроще, там они будут побогаче. Архитектура, дизайн, местоположение. Все это очень круто. Но главная изюминка этого жилого комплекса не в этом, а в системе «Умный дом». Василий, основная фишка, но одна из главных особенностей проекта Лофтек является система «Умный дом», которая внедрена в этот комплекс. Расскажите о ней поподробнее, какие возможности есть у этой системы. Станислав, отличный вопрос. Спасибо большое. Система «Умный дом» является чуть ли не основой концепции этого объекта. Лофтек, по сути, является симбиозом двух слов. Лофт и технология. Это означает, что дом фактически и есть технология. У нас комплексный подход к этой задумке. Это означает, что у нас будет общая система диспетчеризации, на которую сначала мы давайте с вами поговорим именно об инженерии, а потом уже о приятных мелочах, которые получит каждый покупатель, каждый жилец будущий. Значит, если мы с вами говорим в целом о здании, то начать, наверное, стоит с системы распознавания лиц, которая позволит как раз обеспечить должный уровень безопасности в этом проекте. Когда вы только подходите к входной группе, вас эта система распознает и, соответственно, открывает перед вами двери. В том случае, если система вас не распознала, конечно же, сотрудники охраны, которые находятся всегда в зоне лобби, вас приветствуют и вежливо уточняют, кому вы направляетесь в гости. Возможно, стоит для вас заказать пропуск. Мне кажется, она может как раз-таки нас с вами путать периодически. Здравствуйте, Василия, она скажет мне. Помимо этого, конечно, у вас будет, например, утром, когда вы выходите из дома на работу, утром вас будет встречать динамичное яркое освещение, такая же интенсивная музыка, чтобы настроить вас на бодрый день. Когда же вы возвращаетесь домой, наоборот, та же самая музыка и освещение уже будут значительно более спокойными, приглушенными с тем, чтобы вас в умиротворенном состоянии на нашем комфортном лифте доставить до апартаментов. Лифты, подчеркну, кстати говоря, у нас с голосовым управлением. Скажите просто, вы оказывались когда-нибудь в такой ситуации, когда с покупками шли домой, и вам буквально не хватало рук, чтобы вызвать нужный этаж? Было оно такое. А здесь вы абсолютно в такой ситуации не окажетесь. Вам стоит назвать номер этажа, и вы уже подниметесь. Скажите, а вот давайте пойдем от обратного. Предположим, у меня совершенно свободные руки, я пришел не из магазина, а откуда-то из другого места, и у меня совершенно нет голоса, я простыл. Что мне делать? Я могу нажать куда-нибудь? Конечно же. Возможность вызвать лифт в любом случае будет, магнитная карта позволит это сделать. Магнитная карта настроена таким образом, чтобы подняться можно было исключительно на тот этаж, на котором находятся именно ваши апартаменты. Это обеспечивает комфорт для всех жильцов, соответственно, нет никогда на этаже посторонних. Система «Умный дом» охватывает, конечно же, все здание в целом. Это собственная система диспетчеризации, которая позволяет узнавать моментально о каких-либо протечках, о каких-либо неполадках в системах инженерии. Поэтому если вдруг, например, у вас кран кахает, а у вас нет дома, вы сразу же получаете на мобильное устройство через специальное приложение оповещение о том, что у вас какие-то дома неполадки. И также такое же сообщение сразу же получают инженеры наши, которые эту неполадку устраняют. А скажите, можно будет как-то удаленно обеспечить доступ консьерж-сервиса в мою квартиру, в мое отсутствие или нет? Да, безусловно. У нас будет создано специальное приложение, которое позволит дистанционно открывать и закрывать, в том числе, двери при необходимости. Но, разумеется, будет высокая очень степень безопасности, которая позволит исключить какие-либо, в этом случае, неполадки или накладки. Система «Умный дом» охватывает и апартаменты. То есть каждый апартамент сразу же будет оборудован этой системой. Вы сможете с мобильного устройства через специальное приложение изменить температуру, освещение, музыкальное сопровождение, заказывать различные услуги через управляющую компанию. Например, клининг или, может быть, полив растений, когда вы уезжаете в отпуск. Это же будет удобно. И здесь самое главное, это будет не в конкретно взятом апартаменте, потому что систему «Умный дом» можно организовать в любой квартире. Но когда это комплексно, когда это у всех, когда это все собрано воедино, вот это очень важно. И таких зданий в Москве практически нет. А скажите, вот по поводу ценообразования. Просто, например, такая услуга, как полив растений, она оплачивается отдельно или это будет включено в какую-то общую таксу, которую я буду ежемесячно выплачивать? Безусловно, у этого комплекса, как, наверное, и у любого современного жилого дома, есть эксплуатационные расходы, которые вы несете, но, по крайней мере, вы за это получаете огромный перечень услуг. Мы в дальнейшем будем управлять сами этим проектом. Наша управляющая компания возьмет на себя такую ответственность. Эксплуатационные расходы составят 125 рублей за квадратный метр в месяц. Соответственно, пересчитывается все на площадь, поскольку у нас есть совершенно разные варианты по площади. Начинаются они от 21 метра. Я думаю, что это расходы совершенно не критичные. Помимо этого, конечно, вы оплачиваете свет и воду. Если вы задаете вопрос по поводу полива растений, конечно же, это отдельная услуга, она будет отдельно оплачиваться, но я думаю, что это стоит того. Вы покупаете комфорт. Фантастическое известие. Я узнал, что эта заправка доживает свои последние дни. Но если вы обратили внимание, то, в принципе, она уже сейчас не работает. Там нельзя заправиться, потому что стоят вот там всякие знаки, что туда проезд запрещен. И эта заправка будет отсюда убрана, и вот эта зеленая территория, вот этот зеленый сквер будет расширен. Стоит ли говорить об экологии, когда мы снимаем обзор в центральной части города Москвы? Стоит в том случае, если мы говорим о жилом комплексе Лофты. Дело в том, что расположен он в относительно чистом и зеленом районе этого города, города Москвы. Он окружен, правда, естественно, дорогами, по-другому и не может быть. В частности, это улица Ольховская, Красносельская и Бауманская. Они достаточно плотные. На Ольховской, например, еще, ко всему прочему, ездят трамваи. Но в целом этот район лишен различных предприятий, которые загрязняли бы воздух токсичными веществами. Все это в прошлом. Благодаря московской программе по выводу производств за его территорию, за территорию города Москвы. Поэтому ситуация здесь экологическая, относительно благоприятная. Нет такой территории в городе Москве, где будет дышаться так же легко, как и за городом, где воздух просто насыщен кислородом. Но благодаря тому, что те улицы, которые примыкают к жилому комплексу, они относительно небольшие, а также сравнительно небольшое расстояние до больших зеленых зон, такие, как, например, Бауманский сад, они позволяют максимально нивелировать весь возможный негативный эффект на атмосферный воздух в этом районе. Апартаменты в этом жилом комплексе продаются по договору купли-продажи. Почему не договор ДДУ? Дело в том, что договор долевого участия распространяется только на новое строительство, и он предшествует праву собственности, которое у нас уже есть. Мы являемся, наша компания является собственником данного объекта, и поэтому договор долевого участия на такой стадии уже невозможен. Он касается только новостроек, которые, ну скажем, вы можете купить на этапе котлована до ввода в эксплуатацию. Мы же ведем речь о готовом совершенно здании, о существующем здании, на котором есть кадастровый паспорт и на котором есть право собственности. Поэтому здесь нам гражданский кодекс ничего другого не предлагает, кроме как заключать договор купли-продажи. А каковы сроки на данный момент сдачи этого объекта? Вот как раз даже и не о сдаче идет речь, а об окончании капитального ремонта, который мы ведем по этому зданию. Окончание работы планируется в июне следующего года. То есть чуть больше года нас отделяет до момента получения ключей. Июнь, следующий год это 2018. Если там какие-то с июза смотрят, в 2018 году нас. Район Бауманский начал активно развиваться примерно в 15 веке. Тогда, когда сюда начали приезжать немецкие специалисты, оружейники, ювелиры и так далее. Здесь даже образовалась такая своеобразная немецкая слобода, так называемая. Позже сюда стали стыкаться кадры и из других европейских государств. Голландия, Австрия и так далее. Бауманский район это один из центральных районов города, не даром это центральный административный округ. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, здесь есть все самое необходимое для жизни. Это и большое количество магазинов, ресторанов, кафе. Здесь функционируют более 40 детских садов и школ, более 10 больниц и поликлиник. Здесь также можно и культурно провести время, потому что здесь есть, например, театр имени Гоголя, музей имени Маяковского. Отдохнуть и подышать воздухом можно в саду имени Баумана. Кстати говоря, тоже одно из заведений технических лучших в стране, которое здесь расположено в этом же районе. Кроме того, если вы человек верующий, а таких в нашей стране нынешних очень много, можно пойти и помолиться, или поставить свечку в один из нескольких размещенных в этом районе соборов или церквей. Если вы присматриваетесь к апартаменту в жилом комплексе Лофтека, но вам нужны альтернативы, то вот они. И это Трайбека Апартмент, который по соседству стоит с правой стороны от Лофтека, Кляйн Хаус, который стоит по соседству с левой стороны, также жилой комплекс Басманы, дом 5, и многофункциональные комплексы Союз Апартмент и Пост Лофтек. Застройщиком, как вы уже укаменули, этого жилого комплекса является строительная компания Колди. Расскажите, пожалуйста, нам подробнее об этой компании, а также о планах на будущее. Даже, наверное, поправлю вас немного, потому что мы считаем себя не просто застройщиком, а девелопером данного проекта, и даже, наверное, всей территории, которая окружает нас сейчас с вами. У нас комплексный подход к этой территории. У нас уже готово 7 корпусов, а будет готово еще 4, поскольку сразу несколько проектов мы реализуем на данной территории. На соседней улице, а мы сейчас с вами находимся на Нижней Красносельской, на соседней улице, на улице Баумовская, находятся еще два действующих бизнес-центра, которые также реновировала наша компания. Это бизнес-центр Central Yard, две очереди строительства, и они уже обе готовы, а также бизнес-центр Central Street. Помимо этого, огромное количество готовых уже бизнес-центров в нашей компании есть. А если говорить о планах, планы у нас, безусловно, есть, по крайней мере, останутся в секрете. Но могу намекнуть, что будет сразу несколько очень любопытных объектов. Уверен, что наши старания, наши концепции и наши задумки покупатели очередной раз оценят, поскольку сейчас мы испытываем огромный интерес в нашем проекте. Комплекс обладает очень хорошей транспортной доступностью. Ну, в общем-то, это понятно, центр города. В пяти-десяти минутах ходьбы, в пяти-десяти минутах ходьбы, две станции метро, станция метро Бауманская и станция метро Красносельская. Прямо напротив жилого комплекса несколько остановок общественного транспорта. Здесь курсируют как автобусы, так и трамваи, что, кстати, очень шумно. По улице Ольховская, то до третьего транспортного кольца расстояние составляет всего 450 метров от жилого комплекса. Однако выезд на третье транспортное кольцо все же немножко дальше, и расстояние это составляет 850 метров через улицу Краснопрудная. Через эту же улицу в полутора километрах находится съезд на Садовое кольцо. Ну, а МКАД отсюда находится на расстоянии 13 километров, и это расстояние можно преодолеть минут за 15-20 без пробок. Дорогие друзья, пришло время подводить итоги. Сегодня в нашем обзоре мы знакомились с жилым комплексом Лофты, и давайте выделим плюсы и минусы этого проекта. Плюсы. Прекрасная архитектура в лучших европейских традициях. Второе. Высокие потолки 4 метра. Третье. Это свободная планировка с возможностью объединения между собой апартаментов по горизонтали. Четвертое. Интеллектуальная система умный дом со множеством возможностей. Пятое. Инфраструктура жилого комплекса. Это облагороженный внутренний двор, а также коммерческие помещения, которые появятся на первом этаже этого комплекса. И состав которых подбирает личный застройщик в соответствии с предпочтениями будущих жильцов. Ну и шестое. Это прекрасный район центральной Москвы. Ну и о минусах. И первый минус это цена. Средняя стоимость квадратного метра в этом жилом комплексе составляет 230-240 тысяч рублей. Второе. Это сам факт того, что здесь нежилые помещения, то есть апартаменты, в которых а. нельзя прописаться, б. выше налог на недвижимость, и ц. выше эксплуатационной издержки. Ну и третий минус, который я для себя отметил, это близость транспортных магистралей, относительно небольших, а также шумовое загрязнение. Это интернет-журнал o новостройках.ру. С вами был Станислав Круглицкий. Подробную обзорную статью на жилой комплекс LoftEco читайте на нашем сайте, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш Instagram, Facebook и ВКонтакте. Вот это вот все. Ну что, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok